Военно-политическое руководство Польши на разных уровнях декларирует намерение построить мощные и боеспособные вооруженные силы, которые смогут на равных противостоять России в современных условиях. Поэтому выглядит логичным, что польские военные аналитики пытаются обобщать опыт полномасштабной войны РФ против Украины. Но вопрос, в какой именно форме они это делают? Довольно показательной в этом ракурсе является публикация польского портала Defense 24 авторства подполковника Запаса Тома Шелесецкого, в которой изложен свой взгляд и выводы на использование артиллерии в ВСУ и в армии РФ на текущем поле боя. В данном случае мы можем в целом пропустить часть с изложением фактажа по использованию артиллерии. Зато перейти сразу к части с выводами, которые там являются наиболее ценными. Для начала речь там о том, что даже в ракурсе использования артиллерии на поле боя в первую очередь играет роль обученный личный состав и накопленное количество боеприпасов. Следующий вывод там формулируется так. Преимущество, которое артиллерия НАТО дала украинской стороне, показало, лучше иметь меньше арт-систем, но на самом высоком мировом уровне и с достаточным боезапасом. Чем много образцов с недостатком снарядов. Ну и кроме того, проблема с обеспечением снарядами и запасными стволами никуда не девается. Поэтому мол необходимо задуматься, выгодно ли закупать самоходные пушки в больших количествах, но не обеспечив их боезапасом хотя бы на три месяца боевых действий. Следующий блок интересных выводов. Мол, Россия потеряла свой экспортный потенциал по арт-системам калибра 152 и 122 мм. А полный переход парка артиллерии ВСУ полностью на калибр 155 мм неотвратим из-за хронической нехватки запчастей карт-системам стандарта Варшавского договора. По этой же причине вроде бы следует ожидать и того, что БМ-21 Град также постепенно будет выбывать из боевых порядков. Хотя и есть вариант апгрейда этих РСЗО с установкой на другие типы шасси. Также важный вывод заключается в том, что сам по себе показатель темпа стрельбы арт-систем утратил свое прежнее значение. Поскольку в современных условиях играет роль даже не скорость, а возможности по продолжительности огня для поражения противника. Ну и под финал звучат такие рекомендации. Универсальных систем вооружения в современных условиях не существует. Поэтому странам НАТО стоит иметь на вооружении максимум 2-3 типа САУ. 1-2 типа буксируемых арт-систем и 1-2 типа реактивных систем залпового огня с унификацией боезапаса к ним.